Но еще я более хорош в продажах, так что пришло время продавать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня мы послушаем несколько комментариев от Майка Новоградца, мистера Волкс Уолл Стрит, когда-то он им был. Сегодня он является венчурным капиталистом и главой Galaxy Digital. Попытаемся выяснить, что сейчас по-настоящему происходит в криптопространстве. Также в конце видео будет прогноз цены XRP. Начнем с этого твита. Все та же история, все та же старая песня и танцы, мой друг. Coinbase разделит coinbase.com и свое приложение на части в попытке уберечь криптовалютную биржу от падения во время периодов высоких объемов торговли. Ребята, мне нравится Coinbase, довольно дружелюбная биржа, но я скажу о том, что биржа и правда падает во время высоких объемов. Все криптопространство постоянно мучается с этим. И мы просто обязаны увидеть устранение и решение этой проблемы. Ровно как и решение многих других вещей. Например, решение по хранению криптовалюты для учреждений. Двигаемся дальше. Стив Форбс заявляет, что ограниченное предложение биткоина ограничивает его возможность удовлетворять потребности растущей экономики. Также биткоин, по его словам, не может стать валютой. И уж тем более не может заменить доллар, так как он слишком волатильный, чтобы функционировать в качестве денег. Форбс настаивает, что деньги лучше всего работают, когда их ценность стабильна. И угадайте, что Стив Форбс прав. Но это не значит, что у биткоина нет ценности. Знаете, при всех недостатках у биткоина есть внутренняя ценность, которую вы можете друг другу передать цифровым путем и потратить ее, независимо от волатильности. Реальность такова, что у биткоина есть эта ценность внутри, и вы можете передавать ее без помощи третьих лиц. Именно в этом и заключается ценность биткоина. Независимо от того, во сколько она оценивается, в 30 тысяч долларов, в 40 тысяч долларов или больше, это уже другой вопрос. Но тем не менее, в биткоине есть ценность. Следующая новость. JP Morgan говорит, что для того, чтобы поднять биткоин выше 40 тысяч долларов, в Bitcoin Trust Grayscale ежедневно должно заходить по 100 миллионов долларов. Я напомню вам, для того, чтобы это случилось, нужны деньги институционалов, а не розничных инвесторов. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Вы даже удивитесь тому, что я вам покажу. Bitcoin Trust Grayscale сообщает, что они добавили на 200% больше биткоинов, чем могут добыть майнеры. В статье написано, что это 2612 биткоинов, которые Grayscale добавили за 24 дня. А это более 97 миллионов долларов. Всего лишь за 24 дня. Однако вспомните предыдущую новость от JP Morgan. Они говорят, что Grayscale должны добавлять по 100 миллионов долларов в день, чтобы перейти ценовую отметку в 40 тысяч долларов за биткоин. Из этой новости мы понимаем, что PayPal наконец-то соображает, что здесь можно поживиться. Дон Долев или Дон Долев, я точно не знаю, аналитик Mizuka Securities, сделал прогноз, по которому к 2023 году PayPal заработает более 2 миллиардов прибыли от своего биткоин-бизнеса. Дон ожидает, что в этом году общая выручка платежного гиганта увеличится на 20%. Как вы думаете, на фоне вот таких вот прогнозов, они точно собираются отступать? В эти времена сильной неуверенности, из-за иска с Тезером, из-за иска с Сек против Риппл, я воодушевляю людей на понимание всей сути ситуации, о которой вы сейчас услышите и от Майка Новоградца. Он сказал, что мы находимся лишь в первом раунде в этой игре. Просто послушайте, что он говорит. Можете не верить мне, но послушайте его. Потенциальные откаты и потенциальная коррекция на этот раз не произошли. И судя по тому, что биткоин имеет недостаток корреляции с большинством активов, как вы думаете, что может спровоцировать такую коррекцию? Как вы готовитесь к ней и защищаетесь от нее? Это похоже на вопрос на 64 тысячи долларов. У меня было пару звонков от парней, с которыми я инвестировал 6-7 лет назад. Они позвонили, когда биткоин стоил 41 тысячу долларов. И сказали мне, ох, я очень хорош в покупках, и я купил его. Но еще я более хорош в продажах, так что пришло время продавать. Все это очень интересно. Мы однозначно сделали параболическое движение. У нас есть все признаки спекулятивного безумия. Волатильность с пиками до 130-140%. У нас было множество позиций на покупку, увеличение розничной маржинальной торговли, сложности с тем, чтобы завести деньги в эту систему. Обычно все это вместе является показателем коррекции. И у нас была достаточно большая коррекция от 42 тысяч до 30 тысяч. Но интересно то, что была самая настоящая стена денег на покупку биткоина за 31 тысячу долларов. Что он только что сказал? Была стена из денег, которая покупала биткоин по 31 тысяче? Продолжаем. Я хочу сказать, что учреждения, которые пришли в это пространство сейчас, и которых здесь не было 6 месяцев назад или год назад, пока не вложились полностью. Даже близко к этому не подошли. Мы только лишь в первом раунде в игре из 9 раундов. Со страховыми компаниями, с управляющими активами, со всеми этими потоками богатства. Поэтому я думаю, что просадки будут выкупаться, но это не означает, что биткоин сразу полетит на 50 тысяч. Еще есть множество моментов, которые должны отыграть. Если вы купили биткоин по 15 тысяч и заработали кучу денег, возможно вы захотите продать его и купить машину или даже дом, в зависимости от того, сколько биткоинов у вас было. На рынке всегда есть продавцы. Мы видим переход от маржинальных розничных игроков в более глубокие карманы, в руки, готовые хранить значительно дольше, к учреждениям. Если вы страховая компания и покупаете биткоин, вы точно не делаете этого на 2 месяца. Вы покупаете его как актив долгосрочного хранения, возможно на срок от 4 до 5 лет. Это именно то, чего мы ожидаем, ребята. Что происходит сейчас? Именно то, о чем он сказал только что. Но что вы видите в криптотвиттере? Что вы видите в криптообсуждениях и форумах? Розничные инвесторы в большинстве своем паникеры сидят и думают, что же произойдет дальше. Майк Новоградс только что сказал, что произойдет. В данный момент учреждения делают свои шаги. Это не финансовый совет для меня, я просто рассказываю вам, что происходит, что говорит Майк Новоградс и что он видит в своем Galaxy Digital. Институционалы двигаются и занимают свои позиции. И по его словам, их аппетиты все еще не удовлетворены. Это относится не только к биткоину, это относится и к остальной криптовалюте. Я искренне в это верю. Давайте продолжим, потому что в этом видео есть еще пара прекрасных моментов. Сейчас Майк расскажет, как это все отражается на рынке золота, как продается физическое золото и бумажное золото, а также о том, что рынок физического золота намного меньше, чем бумажный золотой рынок. Из-за этого, кстати, криптовалюта и в частности биткоин продолжат расти. По его мнению, мы увидим переход всех этих бумажных продуктов, коллов, опционов, свопов, ETF, фьючерсов, путов и так далее в цифровой мир. И на это есть причины. Давайте посмотрим. Майк, у меня есть вопрос относительно предложения. Как ты упомянул, 21 миллион – это максимальное количество биткоинов, которое может быть. Но уже существуют финансово рассчитанные фьючерсы биткоина, и когда мы вспоминаем золото, то бумажного золота значительно больше, чем физического. Есть некоторые опасения насчет дефицита биткоина и его последствий. Причем биткоин подтверждает эти опасения. Что ты думаешь об этом? Да, например, траст-фонд Grayscale, бизнес Барри Силберта, покупает биткоин и буквально засовывает его в хранилище, и он остается там надолго. Получается, что таким образом они изымают часть предложения биткоина, что в какой-то мере делает его даже более ценным. Это имеет прямое влияние на цену. Одна из причин, по которой я думаю, что биткоин никогда не станет валютой, это то, что валюты с ограниченным предложением, как правило, не работают. Их можно очень быстро поглотить. Они по определению поднимаются в цене по мере того, как все больше людей заходит в эту систему. Небольшое отступление, ребята. Только что вы услышали, как крупный биткоин-максималист сказал, что не видит биткоин в качестве валюты. Мы не хотим покупать ботинки за доллар, которые на следующий день будут стоить 2 доллара. Я думаю, что биткоин именно поэтому и будет цифровым средством сбережения, по типу золота. Люди будут покупать и хранить его, а не совершать покупки за него. Есть множество других платежных монет. Например, стейблкоин от Фейсбука, который люди называют Libra. В этом пространстве работает много людей, и я думаю, что это будет транзакционная валюта на блокчейне. А биткоин станет золотом, которое просто хранится где-нибудь в кармане. Частично из-за того, что у него ограниченное предложение. Да, Майк абсолютно прав. Это хорошо видно, биткоин имеет внутреннюю ценность, но работает ли он так же хорошо, как и другие технологии, например, тот же XRP? Даже если нет, хотя бы с точки зрения экологии, это не означает, что он не имеет ценности для людей, когда они видят его в качестве инвестиционного продукта. Именно это отмечает Майк. Я уверен, что мы увидим по мере взросления рынков торговлю этими бумажными продуктами по ходу их разработки на протяжении следующего года. Майк намекнул, что он ожидает увидеть ETF, который, возможно, будет представлен в следующем году, после того, как Гарри Генслер получит должность всех со всеми административными изменениями. Мы знаем, что Гарри Генслер прямо сказал, что он действительно видит XRP как незарегистрированную ценную бумагу. Будет интересно посмотреть, как его влияние на дело с Риплом, да и на любое другое похожее дело будет проявляться. И давайте, наконец, перейдем к последнему небольшому отрезку, который вы точно должны услышать. Майк говорит о XRP и Гарри Генслере, а также о том, является ли XRP ценной бумагой. Прежде всего, я работал с Гарри, говорит Майк. А вы должны понять, что все эти люди связаны между собой. В Goldman Sachs в Гонконге еще в 90-х он невероятно умен. Он посещал классы в MIT, изучающие блокчейн и биткоин. Так что он понимает это пространство, оно ему нравится, и он понимает нюансы этой сферы. Гарри был важным членом комиссии по торговле товарными фьючерсами. Он по-настоящему выделялся, и его никто никогда не пытался обмануть. Мне кажется, он уже комментировал, что биткоин и эфириум не являются ценными бумагами, и это стало законом для SEC. Если вы имеете отношение к Ripple XRP, то это не самые лучшие новости, ведь Гарри говорил, что по его мнению, они были выпущены как ценные бумаги. В отношении некоторых монет могут возникать вопросы, но я думаю, что все-таки он будет положительно настроен к криптовалюте. Знаете, последний глава комиссии Джей Клейтон вообще не хотел делать криптовалюту своей проблемой, и в какой-то мере ее игнорировал. Да, действительно, Клейтон игнорировал большинство криптовопросов. Это правдивое заявление, и именно это и привело нас туда, где мы сейчас находимся. Не нужно забывать, что Майк Новоградс любит пинать XRP после падения его цены, независимо, есть на это причины или нет. Однако у него самого есть какое-то количество XRP. Давайте теперь переключимся на XRP. Новости про XRP. Мы поняли, что институциональные деньги переходят в это пространство, и теперь почти 100 миллионов XRP были перемещены Ripple, Bitfinex и Coinbase. В самой статье говорится о том, что это похоже на подготовку к оплате операционных расходов, или чего-то подобного в самой компании Ripple. По данной новости больше добавить нечего, я просто хотел отметить, что это произошло, и, возможно, для кого-то из вас это что-то да и значит. Следующая новость. Блокчейн-компания Ripple нанимает нового технического директора, который возглавит команду, создающую сервисы с открытым исходным кодом для разработчиков, используемые в платежной платформе Ripple X. В этой статье я хочу выделить один абзац, так как во времена неуверенности хочется задать себе вопрос, а откуда эта неуверенность берется? Правильно, из Соединенных Штатов Америки. А что насчет Японии? Нет, там все ясно. Регуляторы четко обозначили, что Ripple XRP это цифровой актив. А Великобритания? Да там тоже все отлично. Может быть, Средний Восток? Нет, там тоже все достаточно ясно. Так может быть, есть проблемы в Сингапуре? Нет, и там все идеально. Смысл того, что я показываю вам эту новость, заключается в том, что Ripple открывает новый коридор для денежных бизнес-трансферов между Малайзией и Бангладешем. Что доказывает нам, что Ripple XRP это глобальный децентрализованный актив. Причем большинство мира видит XRP именно как цифровой актив, либо даже как цифровую валюту. Проблема заключается только лишь в США. Не упускайте это из виду. Меня лично это очень успокаивает. Ну не хотят американцы, ну и пусть не хотят. Как мы видим, миру абсолютно наплевать. Далее. Goldman Sachs исследует возможности входа на криптовалютный рынок. Возможный вход в Goldman Sachs будет последним в обширном тренде, который принесет цифровые валюты в американский банкинг. Забудьте про то, что они там думают или рассматривают. Они уже заходят. Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, они все заходят. И угадайте, кто заходит за ними. Да все за ними заходят. Именно все. Ведь это работает именно так. Когда вы видите Citibank, Goldman или JP Morgan, которые двигаются для того, чтобы занять в чем-то позицию, то будьте уверены, это повлечет за собой активность и вокруг этой позиции, и вокруг актива, в котором эта позиция открыта. Они делают это во время того, как мы видим огромные облака негатива, которые сгущаются над криптопространством в Соединенных Штатах. То биткоин хотят ограничить, то XRP бьют из всех орудий. Но почему-то Citibank, Goldman, JP Morgan вообще не беспокоятся насчет этого, а значит, и меня это не беспокоит. Я вставлю свои копейки следом за их долларами, точно так же, как я делаю это уже давно. И я планирую продолжить делать это, пока я не увижу, что они делают совершенно нечто другое. Это не финансовый совет, я просто рассказываю вам о своем подходе. И, наконец, CryptoBull дает прогноз 50% взлета Ripple XRP, после того, как консолидация достигнет критической точки. Давайте заглянем в эту статью. Мы не будем рассматривать всю статью. Я лишь скажу, что если мы не осуществим восходящий пробой, потому что графики и основные индикаторы указывают именно на него, но если данный прогноз не сработает, и мы не увидим 50% взлет, скорее всего мы увидим откат до уровней цены в 20-25 центов. Если будет пробита критическая линия поддержки на уровне 25 центов, то мы увидим падение даже ниже обозначенных уровней. В таком случае никто не знает, насколько низко может упасть XRP. Если же этот прогноз не оправдается и XRP реально упадет, я в последний раз его куплю. Почему? Потому что я не вижу институционального отказа. Если я увижу, что они приходят, продолжают быть активными и открывают свои позиции в криптопространстве, то я тоже буду это делать. Если вы действительно хотите знать, о чем здесь идет речь и для чего так важна законодательная ясность, все это объясняется именно на вот этом сайте. Я покажу вам только две диаграммы. Все это из-за денег, которые проходят через реестр XRP. Это универсальная магистраль, которая помогает производить расчеты в трансграничных платежах между всеми различными платежными сетями. Вы просто говорите названия, и они приходят. Вот о чем здесь идет речь, и именно поэтому иск SEC против Ripple очень важен. Я думаю, что фактически есть два варианта. Либо Ripple столкнется с Верховным судом, либо получит что-то вроде указания от пруденциального регулятора, а не рыночного регулятора, каким является комиссия по торговле товарными фьючерсами, или сама SEC. Скорее Ripple дойдет до такого регулятора, как Совет по надзору за финансовой стабильностью, агентство, которое соединено с Министерством финансов и способного обозначать различные вещи, как системно важные утилиты финансового рынка. Когда-то я вам о нем уже рассказывал. Я думаю, что Ripple или XRP, а может быть и оба, могут прийти к такому обозначению, потому что они становятся крайне важными для финансовой системы всего мира, не только США. Они будут системно важными, будут использоваться для повышения надзорного потенциала и регуляции. Ведь, блин, протокол Ripple умеет даже бороться с отмыванием денег. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, комментируйте, делитесь видео с друзьями и, конечно же, богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok